шалом друзья мы продолжаем с вами рассматривать образы мессии в торе и на прошлых уроках мы поговорили с вами о двух компонентах о кедровом дереве и сопи и сегодня мы поговорим о червленой нити шерстяной нити очень интересно что шерстяная нить с древних времен используется до сегодняшних дней и имеет много много разных значений разных таинств несет она в себе и мы поговорим как вот этот вот компонент шерстяная червленая нить она использовалась раньше и какую символику она имела чтобы лучше это понять символику этой червленой нити необходимо рассмотреть действительно как ее использовали в древности в первом веке во времена и шо во времена первого храма и тогда нам лучше станет понятно что она могла символизировать и мы увидим каким образом она символизирует нашего мессию и шо для начала мы рассмотрим как ее добывали когда речь идет о червленой нити то имеется ввиду шерстяная нить красного темного цвета такой цвет получают из кашинили из 3 живущая на кактусе опунции и красный пигмент он добывался из крови вот этих вот насекомых он также назывался карминовой кислотой и вот это вот карминовая кислота она есть только у самок кашинили его особенно много в оплодотворенных самках и поэтому чтобы получить краситель самого высокого качества работники они старались собирать самок готовых вот-вот отложить яйца кашинили снимали с растений и при помощи жесткой щетки или тупого лезвия просто отколупывали срывали их и после этого все это сырье получено его сушили чистили растирали в порошок а потом обрабатывали разными растворами и таким образом получали красный цвет очень хороший цвет сегодня в наше время многие используют разные красители но в те времена все это добывалось естественным путем и вот таким образом полученную жидкость очищали от всех остатков при помощи разных фильтров и получался очень естественный красивый дорогой цвет который использовали для покраски как использовалось это во время первого храма что делали с этим цветом и как использовали саму шерстяную нить покрашенную красным или пурпуровым цветом и в древнем мире для для добывания темно-красного цвета использовалась в основном два вида кашинили одна дубовая называлась а другая армянская кашиниль но неясно на самом деле что именно использовалась в израиле некоторые считают что один вид некоторые считают что в другой проводят много разных исследований сегодня но в любом случае этот цвет он был очень распространен и очень известен стен в библейские времена и его использовали не только в светских целях но также в духовных во время второго храма и вот этот вот цвет он был очень дорогостоящим и высоко ценился у людей того времени если мы рассмотрим немного в писаниях и в исторических событий то первое первый пункт как использовали вот эту вот шерстяную нить и вот этот красный цвет который добывался на иврите кстати это звучит то ля от шани шани это красный то ля от это как червь потому что или даже не червь а вот этот насекомое но вместе это переводилось как шерстяная нить по всему средиземноморью и в мировой истории красный пурпурный цвета они считались символами власти и как правило их носили только люди наделенные этой властью например нейрон он запретил ношение пурпурных одежд своим согражданам и однажды даже заставил одну из женщин раздеться которая пришла на представление в театр в пурпуровом платье мы помним многие римляне особенно если это были те которые были наделены властью стояли ближе к царю они все носили пурпуровую или точнее красную одежду в писании в во втором царстве в первой главе 24 стих мы читаем про песнь давида который писал о сауле о шауле которые погибли вместе с ионатаном и он пишет так дочери израильские плачьте о сауле который одевал вас багряницу с украшениями и доставлял на одежды ваши золотые уборы багряница это как раз здесь используется вот этот вот цвет который шани мы называем толят шани и таким образом нить из червленной шерсти она символизирует власть и царство это первый пункт каким образом здесь мы можем увидеть ешуа мессию мы знаем что ешуа он является царем есть очень много мест писаний в новом завете которые поддерживают эту идею матфей 21 глава 4 по 9 стих мы читаем все же сие было да сбудется речено через пророка который говорит скажите через ионовой все царь твой грядет к тебе кроткий сидя на ослице и молодом осле сыне под еремной ученики пошли поступили так как повелел и мишуа привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои и он сел поверх их множество же народа постелали свои одежды по дороге а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге народ же пришествовавший сопровождавший восклицал осана сыну давидову благословен грядущий во имя господа осана вышних множество народа шли встречать ешуа когда он въезжал в иерусалим на осле во время праздника пессах и они приветствовали своего царя они многие из людей были уверены что он царь и они постелали перед ним одежды но самое интересное что мы здесь читаем что они приходят с пальмами ветвями на русском мы этого не видим написано что не резали деревья ветви с деревьев и постелали на дорогу на иврите написано что это были пальмовые ветви а пальмовая ветвь у нее есть особенный символ если вы вспомните места из откровения иоанн видит множество народа в белых одеждах число которого не счесть и все они стоят с пальмами ветвями может быть это был хак суккот праздник кущей и люди стояли с этими ветвями но скорее всего и пальмовая ветвь она являлась символом миссии потому что пальмовая ветвь она также является символом победы и те люди которых видел иоанн они встречали своего царя который победил и который был достоин сесть на престоле агнец который был достоин раскрыть книгу победивший поэтому пальмовая ветвь она была символом царствия и власти и победы таким образом мы видим как здесь вот это вот нить шерстяная которая являлась символом царстве и власти она символизирует ишуа миссию хочу привести еще несколько примеров мы помним когда ишуа вели на распятие перед тем как римляне арестовали его били его они надели на него багряницу и сплели венец и одели на его голову смеялись над ним и говорили кланялись ему и говорили радуйся царь иудейский то есть они тоже своего рода издеваясь над ним видели в нем царя но не по-настоящему в другом месте мы читаем диалог пилата с ешуа как он сам спрашивает его является ли он царем или нет тогда пилат опять вошел в приторию и призвал ешуа и сказал ему ты ли царь иудейский и шо отвечал ему от себя ли ты говоришь это или другие сказали тебе о мне пилат отвечал разве я иудей твой народ и первосвященники предали тебя мне что ты сделал и шо отвечал царствие моё не от мира сего если бы от мира сего было царствие моё то служители мои подвязались бы за меня чтобы я не был предан иудеям но ныне царство моё не отсюда царство ешуа здесь он признает что он является царем но на тот момент он говорит что моё царство не от всего мира потому что он запустил определенный процесс когда пришел на эту землю и царствие его оно пришло но еще не во всей полноте процесс был запущен но еще не завершён и когда и шо придет во второй раз то он действительно придет как настоящий истинный царь подобно тому как мы уже говорили с вами в прошлом уроке сыну давидову который является царем и восседает на престоле таким образом мы видим как вот это еще раз нить символизирует и шо который является царем второй пункт о котором мы поговорим с вами что символизировала или как использовалась еще шерстяная красная нить во времена первого второго храма даже в самом писании мы читаем что червленная шерсть использовалась в одежде священников использовалась при изготовлении судного наперстника и фода пояса а также вышивались из нее завесы и покрывала скини то есть одежда первосвященника и сама скиния в исходе 28 глава 15 стих здесь написано бог говорит муше сделай наперстник судный искусную работу сделай его такую же работу как и фод из золота из голубой пурпуровой и червленной шерсти из крученного весона сделай его червленная нить используется у священников и в скини священство и скиния сам ешуа является ли ешуа священником хороший вопрос конечно да и даже больше того о нем сказано так евреем 5 глава с 5 стиха так и машиах не сам себе присвоил славу быть первосвященником но тот кто сказал ему ты сын мой я ныне родил тебя как и в другом месте говорит ты священник вовек по чину мелхиседека и шо является священником по чину мелхиседека что это значит мы знаем что все священники они поставлялись на свое служение из-за того что они были из рода левия и они были из рода самого аарона таким образом они могли священно действовать то есть первосвященники и священники сами они были все служители земной скини и шо же он подобен мелхиседеку о котором говорится что он не принадлежал колену левия он был еще до них сам авраам пришел на встречу к мелхиседеку и мелхиседек благословил авраама а авраама дал ему десятину то есть мелхиседек на то время он никак не был от колена левия но о нем сказано что он был священник бога живого то есть его священство было особенным никто про него ничего не знает откуда и что он есть разные комментарии но одно о нем написано точно священник бога живого таким образом он не принадлежал к служению земной скини он не служил скини он не служил в храме но в чем-то большим поэтому пришло сказано что он священник подобно мелхиседеку он не принадлежит к священству левитов он не был из колена левия но мы знаем что он был из колена иуды но он все равно является священником но его священство она не в скинии земной а в скинии небесной его священство принадлежит небесной скини той самой образ которой был показан моисею на горе синай и ишуа подобно всем первосвященникам он входит скинию за завису но только не в земную а в небесную и не с кровью козлов и тельцов а со своей собственной евреям 9 глава но машиах первосвященник будущих благ придя с большую совершеннейшую скинию нерукотворную то есть не такого устроения и не с кровью козлов и тельцов но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление и шо он наш первосвященник он является ходатаем нового завета и поэтому мы здесь вновь можем увидеть как нить из червленной шерсти нам намекает на и шо который является первосвященником миссианский центр возвращенные на сион из израиля ставит перед собой цель рассказать израилю о мессианстве и ишуа а также передать свежее послание из сиона присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте 3w.oasis.media.tv 3w.oasis.media.tv 4w.п